Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, забираем свои награды за Лигу Мастеров 2 звезды. Так, задание. Откройте колоду. Откройте колоду, я еще даже ее не открыл, вот она. Так, что нам здесь выпадет? А ничего, 5 долларов, как обычно, да? Окей, 5 бакинских. Ладно. Так, пицца. Испытания. Ну что, испытания мы проходить не будем, а вот пофармить жетоны это само собой разумеющееся. Поэтому поехали. 30 жетонов сразу же получаем и в принципе 525 это нам хватает как раз на последнее ДНК для Бибопа. Но это еще не конец, мы соответственно продолжаем, потому что у нас есть сыр и мы его весь тратим до копейки. Так, и в то же время надо смотреть, что у нас, ребята, всего 63 телепорта осталось. Надо поберечь. Надо поберечь. А как ты будешь беречь, а? Это если только не фармить. А если ты не будешь фармить, то... То все. Так, слушай, подожди-ка, мы с тобой здесь полностью, да? Ну ладно, давай еще. Последняя попыточка и 30 жетонов. Отлично. Ну что, ребят, переходим с вами в магазин. В предметы. Ну вот, вот он, родной мой. Ух. Да. Прокачим его по фулке. Так, 10 тысяч мутагена есть? О да. О да, друзья мои. Бибоб кролик прокачивается у нас на фулочку. 5 звезд золотых. Остается только лишь перевести его в платиновый ранг, и у него открывается коварная морковь. Бибоб стреляет гигантской морковью, которая сама толкает его вперед. Увеличивает силу атаки на 50%. Ты представляешь, силу атаки увеличит на 50%. Это... Это очень жестко. Ну что же, отлично. Отлично у нас получилось, ребята. Теперь будем, естественно, кого-нибудь другого прокачивать. И я, кстати, наверное, даже догадываюсь, кого мы начнем. У нас есть вариант, друзья, либо Рокстеди, либо этого, либо этого. Бибоб еще тут у нас. Так, кролики. Конечно, хотелось бы кроликов, но... Или вот кожеголового. Ребят, напишите в комментариях, кого будем за жетоны прокачивать следующего. Да, отчеркните, пожалуйста. А мы, как только у нас будут все жетоны, соответственно, будем покупать ДНК. Так, ну что, сейчас мы идем на задание. Пройти серию испытаний. С превеликим удовольствием. Даже не буду, ребята, отказываться. Поехали. Возьмем так, так. Можно взять Шредера и Ваньку Стиранка. Играем против черепашек Ниндзь оригиналы. Одни из коварных черепашек, но это было раньше. Сейчас они уже для нас очень-очень миленькие, так сказать, и нежненькие. Поэтому мы их разбираем с полтычка. Так, дай-ка я, наверное, Донателлу пропишу сейчас. На тебе. Выжил. Ну, Леонардо, само собой, он берет провокацию. Куда же без этого-то. На тебе. Пулеметная дробь. Собственные персоны. Двоих сразу вынесли. Так. Защита у него сработала. И Армагон, так сказать, добивает Леонардо. И мы двигаемся дальше. Так, сегодня, наверное, мы попробуем подняться до Лиги Мастеров Три Звезды. Возможно, даже взять топчик было бы вообще замечательно. Но, боюсь, по откатам не хватит. Так, значит, что у нас там сразится? В сложных боях и в легких боях. Значит, мы находим с тобой нашего Крэнга. Кстати, друзья мои, я вот вам задавал вопрос, да, в прошлой серии. Кого будем прокачивать? Крэнга или Крысиного Короля? Я вам скажу. В данный момент где-то 50 на 50 голосов. 50% за Крэсиного Короля и 50% за Крэнга. То есть вы идете практически нога в ногу. Так что будет интересно потом посмотреть, кто же все-таки будет в перевесе. Да, жалко, конечно, у меня нету этого Дискорда. Ну как, он есть? Ну у меня нету там голосовалки. Можно было бы туда сделать. Так было бы намного лучше. Так, ну что, кого я ищу-то вообще? А, мы ищем с тобой. Крэнга? Где он там? Куда он спрятался-то опять? Вот он. Кто-то, кстати, говорил, переведи Крэнга в платиновый ранг. Ребята, у меня Крэнг уже в платиновом ранге, если ты еще этого не заметил. Тут вопрос состоит немножко в другом. Про его уровень и про его скиллы. Ну что, давай попробуем найти... Сколько нам нужно? Шесть ноутбуков в Доне? Поехали. Один есть. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И последний, шестой. Окей. Так, ноутбуки найдены. А теперь нужно 12 кружек. Одна есть. Вторая. Третья. Ну, четвертая. Четвертая. Что-то как-то плохо идет, плохо ищется. Пятая. Ну, в принципе, все, ребят. Задание мы выполнили. Остальное уже придется тогда в следующей серии находить. Забираем здесь награды. Так, и поднять уровень персонажа. Ну, уровень персонажа мы будем поднимать чуть попозже. Вначале пойдем, сходим на турнирную арену и... Лига мастеров, как ты видишь, одна звезда. Ранг 60-й. Все-таки меня сбросили. С моего, так скажем, почетного места. Ну, ребят, ничего страшного. Давай начнем, наверное... Тут уровень 67-й. Ну, пока можно, в принципе, одного персонажа брать. Начну я, пожалуй, со Шредера. И... Вот этих вот ребят. Я думаю, что он справится, по идее. Должен же, да? Хлоп. Так-с. Вот это вот мне не нравится. Ну-ка, давай. Эти кролики. Отлично. А эти погибают, естественно, от постепенного урона, потому что он на них висел. А вот на Слэше как раз его и не было. Почему я и начал его атаковать. Так, ну смотри. Мы перемещаемся на 48-ю позицию. Но на самом деле это мало. Мало. Поэтому давай-ка, может, попробуем найти здесь 16. Или сколько там должно быть, по идее? 17, 23. Но, скорее всего, не пойдут они на мои уступки. Ладно, возьмем тогда армагоны. Раз, два, три. Четыре. Вот так вот сейчас будем с собой отыгрывать. Потом возьмем Усаги, потом Леонардо. И потихоньку-потихоньку мы дойдем до Лиги Мастеров 3 звезды. Ну, я рассчитываю именно так. Все, здесь они распластались. Два Рокстудии и Бибоб такие довольные. Тут, кстати, у нас еще и Слэш. И смотрим. С 48-й позиции мы переходим на 33-ю. Ну что, грубо говоря, еще три поединка где-то. И уже мы окажемся в Лиге Мастеров 2 звездочки. Так, берем Леонардо. Слушай, а как ты думаешь, Леонардо сможет всех пробить своей вертушкой? Я вот, насколько помню, ребят, в прошлых сериях мы как-то тоже пытались. И Леонардо, но он не брал. Он не вытаскивал. Сейчас проверим, как он сработает, нет? Да, именно то, чего я боялся, сейчас может и свершиться. Блин, там контратака. То есть, как бы... Давай хильнемся, наверное. Кожеголовый, сможешь ли ты его забомбить? Давай-ка я, наверное, лучше возьму провокацию. Тут тоже возьмем провокацию. А здесь рубанем. Вот, друзья мои. У него скилл прокачанный до седьмой ступени. То есть, из всех героев у него самый прокачанный скилл. И он не вытянул своей вертушкой. Он просто не смог их всех завалить. Понимаешь? Не смог. Вот такие вот дела. Ладно, ребята. 17-23. Вот этого я долго ждал. Ну что, берем Бакстера. Я думаю, что... Хотя, погоди-ка, Бакстера. Уже 73-74 уровень, а я все тут... Давай возьмем, наверное, еще вот так. Бакстер плюс Донателло. Блин, рискую. Очень сильно рискую, брав вот этих вот ребят. 55-го уровня. Ты понимаешь, если все пойдет не так, как надо, это будет... Майки, ну куда ты лезешь? Ну, естественно, ребята, у него провокация. Ой, провокация. Инициатива. В общем... Вот тебе и весь... Вот тебе и весь показон. Да, друзья, да. И я не могу сказать, что... Кейси Джонс был слабый. Нет. Это вот эти вот два обормота, я не понимаю, сотого уровня. Не могли переплюнуть аж двух персонажей, ты понимаешь? Ну, как... Ну, как вот так играть, ребят? Если я даже не могу довериться им. Ну, что вот делать? Все время за них отдувается у меня, блин, Армагон и Супершреддер. Вот два бойца, на которых я могу полностью довериться. Эти же обормоты ничего не могут нормально, толково сделать. Мне вот это вот уже бесит просто, вот серьезно тебе говорю. Аж закипает. Ничего им доверить нельзя. Думал, ну сейчас хоть немножко это... Ага, немножко взяли, просто и подставили. Подставили команду. Стоят они там. Я понимаю, был бы еще боец там 90-го уровня. 76-й левел. Да, друзья мои, против инициативы не попрешь. И выбрали-то, видишь, одного персонажа. Они начали бомбить все Кейси Джонса. Если бы они хотя бы распределили свою атаку, было бы все нормально. Но ведь нет. Начали бить именно одного и самого слабенького. Упыри несчастные. Ладно, друзья мои. Просто взбесило меня это все, на самом деле. Ну что, перейдем. Да, ребят, Лига Мастеров 2 звезды, 99-я позиция. То есть нам дофига тут придется сделать поединков, чтобы перебраться. Так, если мы здесь с тобой взяли Майки, то, извините, против Майки мы должны взять Супер Турбо Команду. А именно, Армагон плюс Супер Шреддер. Раз Майки сюда залез. Где было его, я бы не брал бы даже сюда бы. Одного Шреддера было бы достаточно. Ну там, плюс Усаги. Так вот скажем. А так как этот хлыщ сюда залез, так постепенно урон на нем висит. Это, в принципе, уже не важно, потому что Армагон их всех распечатывает. Двигаемся дальше. Морозильная кошка на какой-то, я не знаю, что это у нее там за тележка такая. С вентилятором, типа холодильничка, что ли. Ну что, 87-я позиция. Так, 17-23. Ну, другого шанса все равно они мне не дадут что-то выбрать. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Побережем свои откатики. Так, ну что, зэк, по идее, должен быть... А, Усаги. Ну да, Усаги переплевывает зэка. Ребят, спасибо большое, что вы в комментариях приводите там силу атак персонажей. Один человек даже не потрудился вывести там целые какие-то алгоритмы. Честно говоря, я не понял, как он там высчитывал это все. Но, по крайней мере, я все прекрасно понял. Он сравнивает силу, инициативу и тому подобное. Так что, конечно, приятно, когда люди действительно шарят. Шарят, соображают и выкладывают это. Не только как бы мне. Может, и вы там тоже посмотрите, почитать. Так что, все отлично. Так, ребята, ну давайте попробуем 17-24 выудить. Что, мне кажется, мало шансов. Не дают. Не дают, сказали. Рэй, обойдешься ты без 17-24. Ладно. Я, как говорится, перебьюсь. Единственное, что я возьму, наверное, шредера. И вот так вот мы сделаем. Семидесятники. Да, пускай будут семидесятники. По крайней мере, они не упадут сразу. И хоть немножко смогут устоять. Ну, а основная, конечно, акцентовка идет именно на супершредера. И, в принципе, он меня не подвел. Вот мы уничтожаем с тобой шредера. А эти, эти должны будут рассыпаться. Мгновение ока именно от постепенного урона. Даже Тимоти, ребята, здесь на семидесятом уровне. Ну, в принципе, они равны по уровню. Поэтому инициатива здесь не особо считается. Ну, там вот как было. Семидесятую против сотых уровней. Это, конечно, бесяво. Ну, что, переходим с тобой на шестьдесят шестую, надеюсь. Шестьдесят четвертую даже. О, как. Шестьдесят четвертая позиция. Так, давай-ка мне семнадцать двадцать четыре. Не хочет. Ну, он не хочет давать, понимаешь? Вот, семнадцать двадцать три и все. И, как говорится, Гуля и Вася. Не хочет. Не хочет. Я, конечно, до последнего, ребят, пытался. Но не дает. Не дает мне игре поднять. А этот... Поднять копки. Ну, что, возьмем с этой командой, опять же, супер Шредера. Один откатик потратить на три поединка. Это, я, ребят, считаю, нормальное такое достижение. Чем мы будем с тобой по два персонажа брать. Ну, и, соответственно, по два отката тратить. Это, причем, каждый бой. А боев у нас еще впереди ожидается немало. Так, вот это мне не совсем понравилось. Так, Доня упал. Так, Майки. Давай крыс на него направим. Такие крысы мелкие, да? Как будто стая тараканов побежала. В общем, допрыгался кузнечик. Но мы его подбили. И, конечно же, двигаемся дальше. Я надеюсь, 50-е, да? 52-я позиция. Ну, хватит, хватит нам в любом случае откатов и силы, мощей, чтобы перейти на мастер 3 звезды. Единственное, что да, топчик сегодня не получится взять. Берем Шредера. Семидесятники есть еще? Есть. Раз, два, три. Так. Я думаю, что змея край вытянет. Ну, не должна же она быть такой ватной и погибнуть сразу же, да? Тем более, Шредер должен им, как говорится, залить глаза с постепенным уроном. Так, погнали. Хлоп. И пауку сбросает паутинку. Все. Все, ребятушки. Все, что я хотел, то у меня и получилось. И двигаемся дальше. Сороковая. Ну, почти. Почти сороковая позиция. Шестнадцать откатов у нас есть. Берем вот эту команду. Возвращаем супер Шредера. Ну, здесь уже, да, ребята, здесь, наверное, придется все-таки брать еще одного персонажа. А в данный момент я именно Армагону буду брать. И с помощью этой вот командой будем с тобой отыгрывать слабых наших бойцов. Сколько у нас там? Девять поединков всего лишь можно реализовать. Ну, что это? Ну, давай, Армагон. Хлоп. И готово. Обожаю, когда так все происходит. Прям вот разыграно, как по ноточкам. Окей, двигаемся дальше. И переходим на тридцать вторую. То есть ровно по десять ступенек пролетаем. А давайте мне все-таки семнадцать двадцать четыре-то. Эй. Я уже на этом семнадцать двадцать три сколько стою? Да уже долго. Зависаем. Вот. Вот. Это уже другой разговор. Завираем опять же супершреддеры. Раз, два. Так, погоди. Раз, два. Раз, два. Это будет потом. А сначала вот кто. Раз, два. Три. Поехали. Ну, супершреддера не подведи. Так, кстати, семьдесят девятый уровень у бойцов. Это максимальный. Максимально допустимый уровень противника. Так что. Лыше ничего быть не может. И, как видишь, идеально справились. У Кирби такие крылья какие-то странные. У него мало того, что лапы есть свои, так еще и там на крыльях тоже лапы какие-то. И двадцать первая позиция. Ну да, как я говорил, два поединка еще нам придется отыграть. И все будет в шоколаде. Забираем армагона. Забираем супершреддера. Раз, два, три. И все. Ну что, супостаты. Пора получать. Так, Ванька у нас... Да, в принципе, уже не важно. То, что Ванька не получил постепенный урон. Это, как говорится, его не спасает от мощного удара нашего армагона. Поэтому двигаемся дальше. Ну что, десятая. Пятая даже, прикинь. Пятая позиция. Как ты видишь, у нас 10 откатов. Делим на два. Получается пять. Пять поединков мы можем отыграть. Я жду 17-24, но что-то как-то без энтузиазма. Вот. Дали все-таки. Ну что, супершреддер. Возьму Леонарда. Раз, два, три. Все. Пятьдесят пятый уровень до сих пор еще у нас отыгрывается. То есть, вот делаю вывод, сколько у нас еще, ребята, очень мало слабых персонажей. Точнее, много слабых персонажей. Пятьдесят пятый. Какие у нас там минималки? По-моему, 50 уровень идет на минималку. И вот именно 55-ых очень много. Наверное, процентов 70 от всего количества бойцов. Ну что, я нас поздравляю. Лига Мастеров. Три звездочки взято. Но меня это не устраивает. Я хочу взять больше. Поэтому Армагон и Супершреддер неотъемлемая часть нашего дивизиона. Будет отправляться до последнего в поединок. Ну что у нас тут? Магмен, Лео, Майки, Армагон. Ой, Армагон. Ё-моё. Монда Гека. Какой, какой это? Ему до Армагона, как, я не знаю. Как крабу доползти. Я не знаю, там. Из Баренцевого моря до Китая. Хотя, в принципе, что я сказал? Что ляпаю вообще? Не выспался, наверное, да, друзья? Из Баренцевого моря до Китая. Надо было сказать, как по-пластунски до Китая. Вот это было бы правильнее. Ладно. Майкл или Митчелл. Митчелл, да. Митчелл будет у нас против моей команды выступать. Слушай, мне такое ощущение, что у меня голос садится. Или так кажется? Раз, два, три. Так, сколько у нас там этих-то, я не посмотрел, откатов? Хватит у меня еще на пару смачных боев. Было бы неплохо дойти до полтинника. Завтра бы я еще бы сыграл бы, да? Выровнялся бы. Точнее, не то, что выровнялся. Я бы взял бы топовое место. И все, ребята. И было бы все вообще великолепно. Так, смотрим. 68-я позиция. Ну что, неплохо, ребята. 68-я позиция. То есть еще два поединка у нас остается. И это как раз, наверное, и будет у нас где-то 50-е место. То есть до полтинчика, в принципе, реально дойти. Обидно другое, что у нас не хватает откатов для того, чтобы отыграть вообще всех бойцов. Если бы у нас было бы достаточно, мы бы, наверное, даже сегодня зашли бы уже в топчик. Вот прям сегодня. Нет, можно, конечно, купить. Но тогда мне не будет возможности купить телепорты. А я хочу именно их приобрести. Потому что неизвестно, кто у нас там будет на следующей неделе фармиться. А я думаю, что будет такой персонаж, который нам понадобится. И вот тут вот будешь потом кусать локти по щелчку в 3.15. Понимаешь? Так что последний поединок мы отыгрываем. Раз, два, три. Да, конечно, еще бойцов в 10. Там точно десяток остается. Ну, не знаю, ребята. Не будем мы сегодня заморачиваться. Лучше завтра да пройдем. В топчик залезем и все будет окей. Причем откаты я уже получил. За рекламу я имею ввиду. Ну что, идеальная победа. Мы с тобой зарабатывали неплохо мутагена. По идее, должны заработать и... Но я же хотел до полтинника дойти. Вот, считай, полтинник, ребята. 42 позиция. Ну что, переходим в список. 38 тысяч мутагена. Ну что, давай. Крэнк, иди сюда. Нормально. 65 уровень. Друзья, 65 уровень моему прокачали. А что тут стоит? Я не могу понять. Единичка. Я все равно сделать ничего не могу. Но почему-то он стоит. Забираем здесь награды. Ну и вроде бы как все. Да, друзья. На этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok